В период пандемии 1135 ординаторов, аспирантов и студентов нашего университета работают или проходят практику в медицинских организациях Санкт-Петербурга и других регионов страны. Из них 483 человека в условиях новой коронавирусной инфекции COVID-19. Эти ребята не побоялись, не стали пережидать эпидемию в стране. Уверены, они станут настоящими специалистами, преданными медицине. Университет гордится вами. Когда началась эпидемия, наше отделение перепрофилировали, нам сообщили о том, что мы будем принимать пациентов с COVID, спасили наши согласия, готовность к работе и я согласилась. Самое тяжелое, когда у тебя вечерняя смена, то есть это когда мы работаем с трех дня до девяти вечера и с трех утра до девяти утра. Самое сложное это встать вот к трем утра. Очень большое количество вызовов. Дальше пневмонии регулярные. Просто вот ты идешь, у тебя 25 вызовов, ты идешь во всем этом обмундировании. Наверное, самое сложное это в последнее время носить костюм в плюс 30. Потому что, когда ты понимаешь, что у тебя в штанах скапливается ведро пота, ощущение так себе. Конечно, было в жаркие дни очень жарко в этих костюмах, в респираторах. Трудно немножко дышать, но все это уже как-то так стало привычным. И за работой не концентрируешься на том, в чем ты, как ты одет, сколько слоев на тебе одежды. И просто работаешь и работаешь. Именно желание быть врачом никуда не ушло. Пандемия – это лишь вызов до всей системы здорового хранения. И каждому врачу, в частности, можно говорить, что мы справились, мы привыкли, мы вникли, как работать при такой нагрузке, которая увеличилась. В день раньше до этого мы в среднем делали по 6-7 вызовов, а сейчас в понедельник было 24. Близкие мои родные, которых пришлось уговаривать, что вот я хочу работать, это мое призвание. И вот видеть их страх, их боль в их глазах – это для меня, наверное, было самое страшное. Потому что, когда все это начиналось, мы не смогли остаться в стороне. Я работаю в первой реанимации. Самое сложное – это, наверное, график. Потому что работать сутки через двое – это достаточно тяжело. И уже на протяжении, получается, это двух месяцев. Самое сложное, я считаю, наверное, это понимание того, что в любой момент я и любой медицинский работник может, безусловно, заболеть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Бывает, конечно, пациенты, естественно, их можно понять, с температурой лежать неделями 39-38, это ужасное состояние. Я их прекрасно понимаю, они эмоционально истощены. И иногда бывает в практике с ними тяжело общаться, именно в общении, им что-то объяснить, что-то сделать. Они уже ничего не хотят, отстаньте от меня, не трогайте меня. И врач должен уметь каждому пациенту, естественно, каждый пациент индивидуально, каждому пациенту уметь подобрать подход. Стали более уважительно относиться к труду, понимать, что, наверное, мы всегда придем на помощь в любой ситуации, всем поможем, всех спасем. Тяжело морально, наверное, потому что ты переживаешь за каждого пациента, и ты не можешь ему уделить как можно больше внимания, потому что твое время ограничено. Мне кажется, что люди поняли, что все-таки медики, они работают очень много, очень усилены. И мы стараемся за какое-то короткое время сделать по максимуму. Вся вот эта наша структура, которая была выстроена, не обязательно госпитализация, легкие стадии лечения на дому при необходимости выполнения КТ, грубо говоря, по звонку, и пациент возвращается домой в забор мазков, в принципе, оперативное выполнение анализов на дому, ну, в смысле клинического анализа, кровообиохимического. Этим всем пациенты довольны. Многие говорят, что ожидали, что будет намного хуже. Говорят, мы же не Европа. Все-таки все так объединились, все в едином таком порыве пытаются справиться и с пандемией, и с какими-то своими внутренними переживаниями, внутренними страхами, которые у всех, конечно, есть. Продолжение следует... Ну, многие воспринимают это как просто... Как сказать... Что нет этого коронавируса, так сказать, ковид-диссиденты. Но есть те, кто после уже того, как лечились в нашем стационаре, после этого принимают, что да, это заболевание, конечно, есть, существует, и видят, как тяжело, как мы оказываем сердечно-телёгочную реанимацию пациентам напротив, рядом с ними. У меня пришёл положительный мазок на ковид-19. Я просидела дома три недели. Дальше вернулась назад в поликлинику, вернулась назад в больницу скорой помощи. Нагрузка стала ещё больше. Мы стараемся ежедневно контролировать здоровье пациентов, которые заболели коронавирусом. То, как правило, этих пациентов, которых ты видишь каждый день, с ними налаживается более тесная связь, чем с пациентами в обычное время. Но при этом нельзя забывать, что в первую очередь мы оказываем помощь населению. Умение общаться с пациентами, я почувствовал, что оно у меня намного увеличилось, потому что изначально пациенты, у них тревожность большая, они видят нас в этих костюмах, им становится страшно. И задача врача, наполовину весь успех врача зависит от того, сможет ли он убедить пациента довериться ему. Два месяца пролетели, наверное, как целая жизнь. Просто как-то не виделся с ребятами из Питера, потому что вроде как самоизоляция с ребятами из Петрозовска, потому что я как бы отсюда уже не выезжаю. Взаимодействие с людьми, как-то перестраивать свой рабочий лад, какой-то в другое русло направлять, резко перестраивать с одной работы на другую. Я думаю, что это окажется полезным. Это практически навыки аускультации, разговоры с теми же самими пациентами. Мне интересно, мне нравится. Что уверенность в себе увеличилась в плане, когда ты один на дежурстве, и у тебя в отделении лежат 25 пациентов, и от тебя зависит дальнейшая их судьба, надо принимать ответственность на себя. А те люди, и большинство из них медицинских работников, которые сейчас даже не инфекционисты работают с инфекционными больными, это и называется, наверное, проявление геройства, подвига, самопожертвования. Ну, в целом, ты, находясь на таких отделениях, начинаешь переосмысливать, скажем так, свое существование, отношение к себе, к своим родным и близким. Могу точно сказать, что в таких коллективах отношения становятся более открыты, дружелюбные, честные, заботливые. То есть в медицине, в медицине, я изначально до этого знал, но сейчас утвердился этому, что в медицине не бывает мелочей. В плане профессиональном, да, я переоценила свои знания, свои умения, еще раз подумала, надо ли мне быть врачом, анестезиологом, реаниматологом, и в конце концов пришла к тому заключению, что это моя профессия. Не могу сказать, что это как-то вот прошло бесследно, но я не считаю, что из-за этого нужно уходить из профессии. Это прекрасная профессия. Наверное, я бы хотела выбрать в дальнейшем направление, в котором я буду меньше контактировать с людьми. Хочется уже вернуться на неврологическое отделение, заниматься с пациентами, знакомые мне патологией. И, конечно, рада, чтобы поучаствовала, была нужной и важным участником в работе с ковид, в лечении пациентов с ковид. Но все-таки я поступала в ординатуру на неврологию, и дальше я хочу связывать жизнь с неврологией и работать уже под выбранной специальностью. Рефлексия, думаешь вообще о том, как ты себя проявил, как ты смог ли сделать то, что многие люди, например, не смогли сделать. То есть продлил ли ты кому-то жизнь, дал возможность дышать воздухом, наблюдать птичек, чувствовать ветер. Это, пожалуй, самое первое желание, когда снимаешь сис, почувствовать ветер, наверное. Продолжение следует...